Путин потребовал провести глубокий анализ миграционного кризиса в Европе. Ой, какой молодец, представляешь, то есть вот он тут так прям собрал всех, сказал, что надо провести анализ, а то в Европе вон оно как плохо, да. Представляешь, что в Европе с мигрантами все плохо, а в России все очень хорошо. Странный какой-то Путин, да. В Германии население 80 миллионов человек, а мигрантов сколько туда приехало? Процентов 30. Каких 30? Миллион? Какие 30 процентов? 1 миллион человек? Да, и там проблемы, 1 миллион приехал, у нас 140 миллионов за 10 лет между переписью. Сколько приехало сюда? 30 миллионов, у нас нихера нет проблем. Там 1 миллион приехал, блядь, проблемы, у нас 30, ни одной проблемы нет, ни одной, ни единой. Все так хорошо, блядь, что человек говорит? Не, я понимаю, там они эту миллиону что-то должны там заплатить, как-то с ним, с этим миллионом там заниматься. А здесь похеру, они приехали, торгуют наркотиками, что хотят, сделают, всем же пофигу. Так что, вот мы видим, каким серьезным последствиям привели практически неконтролируемые потоки беженцев. Вова, это вы видите, я связываюсь постоянно с людьми из Германии, ни хера они не видят. Мигранта даже ни одного не видят во многих городах. А вы видите, блядь. Ты здесь посмотри, ты здесь ни хера не видишь. Вон машина утонула, блядь, и у меня интернет нахер завис сразу. Он здесь не видит, он там видит, блядь, в Европе, глазастый, сука какой. И президент потребовал выявлять коррупционные связи и пресекать деятельность структур, занимающихся легализацией незаконных мигрантов. Сказал, важной задачей остается пресечение схем легализации иностранцев. Этим твое государство занимается и всю дорогу занималась. Серьезное беспокойство вызывает не снижающийся уровень преступности среди иностранных граждан. Слышь, а что они должны делать? Вот их сюда напустили, такую толпу. Работы у них никакой нет. Творческой деятельностью они заниматься не будут. Книжки писать и учиться в университетах не будут. Так что что они будут делать? Они кормиться должны. Волка ноги кормит. Прошу наше ведомство серьезно усилить оперативно-профилактическую работу по борьбе с преступностью в миграционной среде. Обхохочешься. Что там находится с превышением срока и так далее. 90% более 90 насильственных преступлений совершают мигранты. Более 90%. И вот Вова наконец что-то там подумал. Что ж ты делал-то все эти 16 или уж 17 лет? Эти попытки необходимо жестко пресекать. Активно работать по линии всех наших соответствующих ведомств. В том числе следует усилить охрану участков госграниц на направлениях, представляющих повышенную опасность для проникновения нелегальных мигрантов. И вот дальше самое важное. Все возможные окна лазейки нужно надежно перекрыть. Вова, ты с дуба что ли рухнул? Лазейки? Окна? У нее что с головой у этого человека? Я рассказываю тебе, Вова, если не рассказали. Вот граница с Казахстаном, это лазейка? Ты вот хоть одного там видел, ну кроме КПП, контроль пропускных пунктов, хоть одного програничника? Вот мы в Саратской области живем. Вов, на территории Саратской области лазейка 552 километра. Окно, вот это окно, про которое ты говоришь. Чем ты его закроешь? Попой своей. Астраханская область 518, Волгоградская 240, Оренбургская 1880, Челябинская 869, Курганская 574, Тюменская 168, Омская 1020, Новосибирская 3017. Алтайский край 844, Республика Алтай 517. Вов, да не смеши ты, Господи. Чем он это все закроет? Лазейка, это, блядь, лазейка. Тысячи километров совершенно открытых, и не только из Казахстана. Понятно, что в Казахстан кто хочет может приехать из Казахстана. Ну и вот если какие-то проблемы, вот они там с укра-бендеровцами воюют. Ты, Волг, я тебе открою тайну. Через украинскую границу это как два пальца обоссать, пройти. Вообще нет никаких проблем. Если там в Ростовской области какие-то стоят, кого-то ловят, то иллюзия. Продолжение следует.